Великобритания высылает 23 российских дипломата и прекращает дипломатические контакты с Москвой на высшем уровне. Это ответ Лондона на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также Британия ужесточит санкции в отношении отдельных россиян. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Время ультиматума истекло. Но премьер Тереза Мэй давала России сутки, чтобы ответить, каким образом химическое оружие, разработанное в СССР, попало на британскую землю. Не услышав объяснения от Москвы, Лондон решил действовать. Впервые за последние 30 лет из страны будут высланы 23 российских дипломата. Это те люди, которых британское правительство считает агентами спецслужб. Им дали неделю на сборы. По словам Мэй, этот шаг подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы. Также Лондон отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову. Его больше не ждут с визитом. И вообще связи с Россией на уровне глав государств и министров разрывают. Байкотировать чемпионат мира по футболу Британия не будет. Но ни высокопоставленные чиновники, ни члены королевской семьи на него не поедут. Также Соединенное Королевство усилит контроль частных самолетов и проверки на таможне. В стране заморозят активы российского государства и ужесточат санкции против отдельных российских граждан. Мы не получили никаких объяснений относительно того, почему у России есть незаявленная программа химического оружия в нарушении международного права. Их реакция на использование в Европе нервно-паралитического вещества военного класса – сарказм, презрение и пренебрежение. Так что единственный вывод – Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери. Британия созвала внеочередное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить применение запрещенного вещества на ее территории. Лондон уверяет, уже заручился поддержкой американского президента и многих европейских коллег. Среди них канцлер Германии и президент Франции. В то время, когда кто-то извне распространяет фейковые новости, вмешивается в наши выборы и атакует людей на нашей земле с использованием нервно-паралитического вещества, мы должны ответить не трансатлантическими спорами, а трансатлантическим единством. Москва продолжает отрицать участие в покушении на Скрипаля, а высылку дипломатов в российском посольстве назвали враждебным, необоснованным и недальновидным шагом. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер.